Глава Наринмара Олег Белак доложил окружным депутатам о бюджете города и финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Городоначальник отметил, проблем, требующих оперативного решения в Наринмаре, немало, но бюджетные возможности муниципалитета сегодня невелики. Без финансовой поддержки масштабные преобразования в окружной столице нереальны. Своё выступление Олег Белак начал с финансовой составляющей. Что касается доходов Наринмара, то ожидается, что в этом году они составят 759,6 миллиона рублей, расходы – 774 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 14,4 миллиона рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления – 631,7 миллиона рублей, или 83%. Объёмы безвозмездных поступлений из окружного бюджета запланированы на сумму 127,8 миллиона рублей. Структура доходов, на самом деле, у муниципалитетов, она достаточно, скажем так, не столь обширна, как в региональных бюджетах, источников поступлений. Самое главное – это, естественно, НДФЛ, практически 80%. Далее у нас идёт налог на совокупный доход, налог на имущество – это в основном от жилья, доход от использования муниципального имущества, штрафы и прочие поступления. Как раз от налога на доходы физических лиц казна города рискует недополучить 17 миллионов рублей. В этом году он запланирован в размере чуть более 492 миллионов рублей. Отмечу, что за первые пять месяцев этого года поступления по налогу составили 172,5 миллиона, что на 12 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава города сообщил о мерах по увеличению доходов. Существует действительно достаточно хороший резерв в использовании имущества городского, потому что сейчас она у нас есть и зачастую она, скажем так, не используется должным образом. Кроме того, планируется продолжать выявлять неиспользуемые земельные участки, а также ставить на учёт и принимать муниципальную собственность, бесхозное недвижимое имущество. Кроме того, в своём выступлении глава города дал оценку финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений. В крайне сложном финансовом положении по-прежнему находится по КТС. Убыток предприятия за прошлый год – 46 миллионов рублей. Предприятие вроде бы прибыльное, но та депутатская должность, которая существует, она практически вряд ли когда-нибудь будет возвращена предприятию. Потому что это в первую очередь задолженностью управляющей компании, которая на сегодняшний день либо уже обанкручена, либо находится в плохом состоянии. Одна из причин – систематическое нарушение управляющими организациями сроков оплаты по потреблённым коммунальным услугам и, как следствие, списание просроченной задолженности в резерв по сомнительным долгам на сумму порядка 20,5 миллионов рублей, а также другие факторы. То есть, допустим, у нас то же самое Наринмарское АТП, транспортное предприятие, занимается только фактически автопцией. То есть, транспортное составляющие, она куда-то исчезла, растворилась. Самое простое – сидеть на субсидированном виде деятельности и больше, чем заниматься. Для оптимизации деятельности на всех предприятиях города будут снижены расходы на содержание административно-управленческого персонала. Ряд вопросов, заданных окруженным депутатом главе города, касались благоустройства Наринмара. Так, председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин задал вопрос о перспективе развития района Старый аэропорт. Если не обделяется достаточное внимание, то хотелось бы обратить внимание на другие районы нашего города, в частности, новый посёлок. Вы знаете, что там подрядчик изрыл всю территорию Нового посёлка и все заброшено. Перспектива благоустройства территории района Нового посёлка, учётом того, что в своё время была подготовлена правительственная документация по строительству дорог, освещения, тротуаров Нового посёлка. Глава города отметил, что в этом направлении у Наринмара и нового посёлка, в частности, очень много задач, и решать их необходимо шаг за шагом. У нас есть действительно договорённость. Ведётся работа и нашим ЖПХ, Андреем Каравановичем, курирует. И мы надеемся, что в этом году будет сдано эти очистные сооружения, что можно будет принимать стоки и со школы, и с детского садов, и с завода. И тогда станет вопрос, но это, я думаю, мы уже самостоятельно изыщем, не знаю, почему не было запроектировано, подключение даже тех положенных сетей, которые внутри посёлка. По словам Олега Белака, в этом году в Наринмаре также ожидается установка заглублённых контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов. Контейнер представляет собой резервуар с герметичной крышкой, внутри которого устанавливается мешок для сбора отходов. Мешок находится под землёй, а мусор поступает через люк в крышке. Это предотвратит доступ для бродячих собак, а ветер не будет разносить мусор. В заключении своего отчёта глава Наринмара Олег Белак отметил, что проблем, требующих оперативного решения, в Наринмаре немало. Но бюджетные возможности муниципалитета сегодня невелики. Без финансовой поддержки масштабные преобразования в окружной столице нереальны. Елена Семёнычева, Антон Водряков, Телеканал «Север».